Иосиф Неаминович, расскажите пожалуйста о своем хозяйстве. Вам уже, я так понимаю, 7 лет вашему хозяйству. С чего все начиналось? Ну в принципе я в этих хозяйствах работал как частное лицо, арендовал у них землю и работал. Потом время идет, смотрю все меняется, думаю так нельзя работать, надо как-то организоваться, создать какую-то организацию, зарегистрироваться. Уже в то время пошли какие-то государственные поддержки, субсидии, кредиты в банках. Без этого, к сожалению, нельзя начинать никакое дело. Поэтому вот я в 2006 году организовался. А сколько земли у вас было в обработке в начале? 150 гектаров. А сейчас? Полтора тысячи, тысячи пятьсот. В этом году произвели где-то две с половиной тысячи тонн капусты, полтора тысячи тонн картофеля, 500 тонн свеклы, 500 тонн моркови и порядка около 13 тысяч тонн, да, наверное, у кого-то? Впечатляющая цифра. Ну да, общая такая. Но лук, смотрю, у вас все-таки превалирует. А почему? Ну, как бы, вы знаете, это исторически может быть сложилось, что вот наши родители, они занимались именно выращиванием лука еще в Средней Азии, потом сюда переехали. И с покой веков считалось, что самый трудоемкий продукт это лук. А потом он, как бы вот стратегически так посмотреть, его постоянно, значит, берут на закладку, там он во всех продуктах, значит, будем говорить так, как это, ну, присутствует, да, люди так много кушают его. И в-третьих, наверное, из-за того, что он не везде растет, только в дюжных регионах растет. Вот взять, допустим, капусту, да, она везде, и в Подмосковье, и на юге, где хотите растет, и в Сибири. Расскажите, какие сорта выращиваете? Сорт тот, который вот нас сейчас больше всех устраивает, и который доминирует в нашей культуре, это манас. Мы где-то, значит, процентов 80 всего объема лука, значит, выращиваем манас. Это крупный, такой плотный лук, вкусовые качества очень хорошие, товарный вид очень хороший, хорошо себя ведет в хранении, урожайность очень высокая у него. Ну, он немного как бы средне-позднее, поэтому нам бы, надо бы начинать уборку немножко пораньше, чтобы вот, как бы конвейер создавать, да, чтобы растянуть период уборки, потому что мы можем не успеть, да, это убрать. Манас, значит, мы в сентябре месяц убираем, а вот в августе месяц, чтобы начать убирать, мы выращиваем такие сорта, как бустер, бонус, титу. Вот эти сорта, мы, по урожайности, конечно, уступают манасу, но за счет того, что ранее созревание, значит, ранняя уборка, она тоже очень полезна. А посевной материал какой используете? Отечественных производителей? Нет, это все вот эти сорта, значит, импортные голландские сорта, значит, гибриды F1, все семена обработаны, значит, обработаны, ну, инсультицидами, качественные семена, но при этом очень дорогие, в пределах от 8 до 14 тысяч килограмм эти семена стоят. И вместе с тем именно их выбираете, да? Да, они, во-первых, продуктивные, урожайность довольно-таки высокая. Вот, допустим, у нас тоже, значит, производство овощей, ну, подразумевается именно под орошением, да, здесь у нас, в Саратове, без орошения ничего не получится, значит, орошение двух типов у нас, дождевальное и капельное, вот, у нас обе две системы существуют, и дождевальное и капельное. Значит, если овощную продукцию мы выращиваем на, стараемся на фрегатной системе, то лук, морковь, мы выращиваем на капельной системе, и урожайность порядка процентов, чуть ли не на 40, да, капельное орошение выше. Ну, и по себестоимости, значит, капельное орошение дороже, чем фрегатный этот, дождевальный полив. Поэтому, когда изначально начинаешь этот, ну, планировать посев культуры на дорогостоящем капельном орошении, конечно, надо выбирать те сорта, которые высокопродуктивные, которые дадут отдачу, правильно, да? Мы посадим, ну, вот, старый наш добрый холцедон, блин, на этом, на капельном орошении получен, там, сорок тонн, там, сорок пять тонн гектаров, блин. Вот, и за счет этого, за счет низкой себестоимости, за счет низкой урожайности, себестоимость лука у нас возрастет до шести рублей в килограмму, один килограмм, а продавать будем по пять рублей, это значит, на каждый килограмм рубль убыток идет, смысл такой экономики, правильно? Какая бы красивая технология ни была, она, прежде всего, должна нам давать дивиденды, прибыль, да? Это основа движения, правильно? Прибыль. Что бы мы не делали, главное, чтобы мы остались после прибыли. Вы интенсивно общаетесь с коллегами, проводите даже семинары? 22 числа я был в Краснодаре, там была всемирная выставка мировой техники, там каждый год проходит в это время. Техника, значит, со всего мира, вот именно сельскохозяйственная техника, там техника, оборудование, семена, химия, абсолютно все. Говорили о том, о всем, обо всем, и в том числе, вот именно о тех проблемах, которые нас волнуют, да? Это низкая цена нашей продукции, значит, перепроизводство идет, меняется рынок. Раз уж мы коснулись проблем, а вот государство помогает вам как-то? Может быть, дотации топлива, программы какие-то существуют? Ну да, жаловаться, честно говоря, грех. Я в этом году 15 тонн лист топлива получил, льготное, ну нормально, слов нет. Может быть, расскажете, как вам удается вдохновлять людей в своем хозяйстве, как у вас дисциплина и обстоят дела, как вообще вот трудовой процесс организован? Ну, во-первых, я считаю, что основа основ – это дисциплина. Без него ничего не сделаешь. Это дисциплина распорядка, да, трудового дня, дисциплина технологии, выполнения технологии, дисциплина поведения. Ну, во всем. Ну, каждый должен знать свое место, да? Каждый должен знать свое дело. А кто у вас работает? Вот местное население или из каких-то районах ближайших? Местное, да. У нас в настоящий момент где-то по штатному расписанию около 30 человек. Это все местные работники. Это механизаторы, бухгалтерия, все местные. Чтобы атмосфера была в коллективе доброжелательная, да, люди не должны приходить на работу как на пытку, как на войну. Они должны же приходить, ну, хотя бы как на работу, спокойно, да, без нервов, без ничего. И при этом они должны знать, что эта работа у них нормально оплачивается, которые, ну, по строению с другими, да, чтобы не дергались. Туда пойдут, туда пойдут. А куда он пойдет? Я больше плачу, чем он. Чем туда пойдет? Тем более условия работы и атмосфера у меня лучше. На сегодняшний день вырастить урожай для нас нет проблем. Раньше, если в начальной стадии у нас была очень большая проблема, это прополка. Еще такое выражение было. Зеленый пожар, помните, да? Прополка. У нас сейчас этой проблемы не существует. Мы выращиваем до урожая, вот урожай, легко, спокойно. Все, практически все процессы механизированы у нас. Работаем прополкой химии, да, вот. Научились. Уборка урожая, значит, фасовка, реализация. Вот это самый главный процесс сейчас, самый дорогостоящий, самый тяжелый. И самый такой, где вот очень много, значит, надо ручного труда. Вот как-то его надо, значит, сократить. Что я хочу? Значит, весь процесс уборки урожая в поле только механизмами. Завоз этой продукции, значит, специализированные ангары. Туда просто завести все, где-то уборку, лязь, значит, ну, в пределах 20 дней, 25 дней полностью закончить уборку. Лука, допустим. И потом уже в плановом порядке, спокойно, в ангарах, в сухом месте, в теплоте, спокойно, значит, дорабатывать этот лук, значит, там, фасовать, реализовать и так далее, и так далее. А с избытым продукцией есть у вас проблемы? Сколько еще выращивать на следующий год, да? Это не то, что это абстрактные какие-то цифры, да? Я анализировал, я смотрю, вот вы мне позвонили, он мне позвонил, вот давайте то-то, то-то, вот на следующий год я хочу работать. Поэтому сбыт у меня уже, как бы, знаете, я уже работаю, а сбытие следующего года сейчас уже работает, понимаете? И у меня вот так она идет, она из года в год, года в год. И где-то 50% у меня спокойно уходит. Ну и мы совершенствуемся, конечно, в этой системе, стараемся быть конкурентоспособным, и службы сбыта у нас, и интернет, и на торгах участвуем. У меня есть люди, которые сидят в интернете сутками на всех торгах. И плюс здесь, значит, есть достаточно серьезные организации, которые мы заключаем, там, раньше, вот, отдел образования, там, больницы, такие вот, бюджетные организации, да? В свое время мы вот, мы даже в Читу отправляли по граничникам. Стараемся соответствовать, да, современному предприятию. Главный результат, правильно, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова